Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзигет. И, конечно, у церкви бесчисленное множество святых. И кого мы прославляем? Ну, множество, допустим, преподобных, это святые монахи. Также мы прославляем святых епископов, то есть святителей, много тех, кто пострадал за имя Христова, мученики, исповедники и так далее. Но вот чтобы найти, допустим, святого политика среди святых, много разных святых, святые воины бывают, святые из разных профессий, из разных сфер человеческой деятельности, и сферы торговли, и сферы купцов, богатые и бедные прославлены в лике святых. Но вот чтобы найти политика, который был бы прославлен в лике святых, это кажется делом практически невозможным. Если искать тысячу лет, то кажется, что и за тысячу лет ты не найдешь ни одного. Настолько политика дело скверное, дело неблагодарное. Во многом там присутствует подлость, лукавство. Но вот именно тысячу лет назад как раз родился такой человек, который и в политике вел себя как святой, то есть как очень рассудительный и во всем послушный богу. Это благоверный князь Александр Невский. На самом деле он не просто был каким-то воином, военачальником. Да, мы прославляем его военные победы, действительно, за всю свою жизнь. Он не потерпел ни одного поражения, вот так же, как Суворов или Федор Ушаков. Но гений его не ограничивался этим. Он именно был во многом политиком, как князь, политиком, но не политиканом. И вот мы вспоминаем две основные такие вот битвы, которые связаны с именем Александра Невского. Ну, допустим, известно это вот на Неве, 1240 год, когда шведы поступали к пределам Северной Руси. И Александр Невский одерживает такую вот молниеносную, быструю, сокрушительную победу. Так что шведы даже не ожидали, потому что они заранее даже оповестили и говорили, что вот, ну вот, если ты, Александр, можешь что-то противопоставить, то выходи к нам. Они были самонадеянны. И Александр действительно, не собрав нужных дополнительных сил, подкреплений, то есть используя только те силы и резервы, которые присутствовали у него и вблизи, в ближних местах, там на Ижоре, других народностях чуть, вот, нападает с трех сторон и разбивает этих вторгшихся шведов, одерживает такую знаменитую битву. Но если мы вспомним, что это за время? Вот Невская битва, 1240 год. А ведь это год взятия Киева Батыем. Это год, когда монголо-татарское войско проходит огнем и мечом по всей Руси, когда уже одно за другим падает наше княжество. И вот центральный город княжества Киевское. Киев настолько, оказывается, разрушен, разорен, что там остается из десяти тысяч дворов всего лишь двести дворов. Представляете, какое было разорение, множество ремесел, которые там присутствовали, угасли, вообще жизнь замерла в столице древней Южной Руси. И вот в это время Александр Невский там не присутствует. И на самом деле, если вот так вот посмотреть, что он воюет именно на севере, а не на юге, то может возникнуть вопрос, нет ли здесь какого-то лукавства, какого-то подвоха. Почему Александр избирает именно такой путь? И, кстати, чуть раньше, когда происходит знаменитая битва на реке Сити в 1238 году, и князь Юрий Владимирский ждет своего брата Ярослава Всеволодовича. А Ярослав Всеволодович – это отец Александра Невского. И вот у нас нет таких сведений, в общем-то, вероятно, он и не приехал к родному брату, и битва на Сити тоже завершается таким поражением. И вроде бы может это набросить такую тень, но дело все в том, что и вот в этом как раз и состоит мудрость подлинного политика, не политикана, а политика, то есть того, кто смотрит вдаль. Что ты должен руководствоваться не сиюминутными интересами, а в целом исторической перспективой. Ты должен как бы прозревать даль и понимать, что в целом нужно для твоего народа в данный момент. И вот гений Александра Невского, как, впрочем, и его отца, князя Ярослава, этот гений заключался в том, что в конкретном месте, в конкретно исторический период, они прозрели то, что было более необходимо для Руси, и что требовалось для спасения, сохранения Руси. Если ты выйдешь как герой, один в поле, чтобы противостоять вот этой бесчисленной рате, да, ты там сложишь свою голову, но дальше как спасать народ, как руководствоваться, чем будут руководствоваться люди, брошенные, обезглавленные, обездоленные. И Александр Невский, он смог, вот тут есть определенная такая тайна, то ли это был такой особый божий промысл, то ли какие-то вот духовные прозрения, то ли действительно такой политический гений, что он смог понять, что подлинная угроза для Руси, она идет не столько вот с востока, сколько с запада. Потому что монголо-татары, да, они завоевывали наши земли, они забирали наши финансы, подрывали, можно сказать, экономику, ну, поначалу подрывали, потом, наоборот, были заинтересованы, чтобы экономика восстанавливалась, чтобы их питать. Но монголо-татары никогда не пытались завоевывать сердце. Они никогда не пытались пробиться к сокровенным глубинам духа человеческой и насадить там свою языческую веру. А вот те, кто шли с запада и с северной земли, то есть шведы, немцы с запада, это была католическая вера. И вот они-то как раз претендовали на сердце русского человека. Если монголо-татарские полчища разрушали наши города, да, и подчас сжигали храмы, но это, так сказать, вот были такие эпизоды огненных битв, когда под косу вот этой смерти попадало все, что там встречалось. Но, тем не менее, у монголо-татар существовали очень строгие запреты, и главная книга ЕСА запрещала враждовать с верой покоренного народа. То есть, если они захватывали какой-то народ, они не насаждали свою языческую веру в этом народе, более того, они покровительствовали священнослужителям данного народа. И когда Русь оказалась включена, так сказать, вот в подразделении вот этой Золотой Орды, то православной церкви были даны даже привилегии. И даже в Сарае, ну это более такие вот астраханские места, если так по нынешним временам говорить, в Сарае, где присутствовало тоже вот большое подразделение Золотой Орды, там была основана даже епархия русской православной церкви. И в самой Золотой Орде присутствовали православные священники, которые служили, и некоторые ханы, они даже приходили на богослужения, особенно на праздник Пасхи. Их настолько это поражало, удивляло, что они тоже испытывали священный трепет, благоговение, и поэтому монголо-татары боялись на самом деле христианскую веру. Вот вспомните, как исцелена была жена одного из ханов Тайдула, пригласили святителя Алексея, митрополита московского, он помолился, и жена исцелилась, ханская жена исцелилась Тайдула. То есть существовали даже такие вот духовные взаимосвязи, и монголо-татары наглядно видели проявление благодати Божией через служителей православной церкви. Поэтому они боялись обижать церковь, боялись трогать веру русских людей, а это вот та сердцевина, которая и помогла восстановиться русскому народу. Если же бы мы вступили в союз с западными силами, те не собирались нас сохранять, те не пытались оставлять нам независимость, но помимо, так сказать, захвата западной державы, они претендовали еще, повторим, на сердце русского человека и пытались насадить католичество. И вот Александр Невский, он вовремя смог это распознать. Он видел, что монголо-татарская империя, это действительно, вот если посмотреть всю историю человечества, это одна из самых обширных империй мира, которая перекрывала по территориям, многие другие империи, и захватывала один за другим народов. Если кто-то слишком сопротивлялся, то кровь лилась просто вот рекой, выстраивали горы из человеческих черепов, и настолько вот эта империя, она созидалась с жесткой силой, что древняя Русь, это всего лишь несколько княжеств каких-то, она реально не могла противопоставить никакой физически равной силы, и можно было героически умереть. Но тогда бы Русь сошла с исторической арены, не могла бы дальше свидетельствовать о высоких ценностях, идеалах, не была бы создана такая великая православная держава. И вот Александр Невский понял вовремя, что лучше с монголами не враждовать, а пойти на определенный такой политический компромисс, а вот те, кто идут с запада, они на самом деле пытаются разрушить зерно, ядро русского народа, то есть православную веру. И на самом деле, когда русские князья потерпели поражение от монгол в северо-восточной Руси, Владимир, Рязань до этого, Суздаль, Переславль, то немецкие рыцари, они поняли, что для них как раз настало вот это вот лакомое время, когда могут себе присвоить Новгород. Новгород это единственный город, который не был захвачен Батыем в то время, и если бы мы еще и там потеряли, то было бы хуже. И вот Александр Невский, он вовремя понимает, где нужно сохранять остатки вот этой русской свободы, где нужно отвоевать вот эти вот рубежи, чтобы потом оттуда уже выстраивать и восстанавливать всю православную Русь. Поэтому прежде всего он защищает Новгород, северные, западные рубежи Руси, и уже отталкиваясь от этого, он пытается восстановить Россию. И вот мы знаем, что прежде всего это, конечно, Невская битва, а до этого воину Пелгусию было открыто, как явились два брата-страстотерпца, Борис и Глеб, убиенные сыновья князя Владимира Великого. И вот они беседуют друг с другом, и святой Борис говорит, Глеб, поможем сроднику нашему Александру. То есть князю Александру Невскому ему явно сопутствовала помощь небожителей, благословение Божие, а после этого происходит удивительное дело. Вот когда он отражает шведов, то новгородцы буквально, не проходят и годы, как они изгоняют Александра. Новгородцы были очень свободолюбивы, они могли приглашать, изгонять князей, но проходит еще сколько-то месяцев, и вот идут полчища немецких рыцарей, своего рода такой вот крестовый поход. Может быть, он не был таким масштабным, какие организовывали подчас римские папы, но все равно отдать Новгород, это значит потерять остатки русской свободы. И новгородцы приглашают Александра, и он приезжает без всяких обид, он никого не наказывает в Новгороде, но он выступает против этих ливонских рыцарей. И вот тут проявился его полководческий гений. Мы знаем, что ледовое побоище прошло на Чудском озере в 1242 году, 5 апреля, если брать Юлианский календарь. И место было Александром выбрано такое, что там вот есть в этом месте, такие вот внизу течения подо льдом, которые подмывали лед. И Александр выстраивает свои войска так, что рушились каноны, военные каноны того времени. То есть считалось так, что нужно самых сильных воинов, самое такое прочное войско, полк, ставить в центре. То есть, что центр вот идет, или наоборот, встречает противника, и центр должен быть самым мощным. Ну иначе как? Если центр пойдет, то войско вроде все будет разбито. А Александр он делает наоборот. Он в центре, впереди ставит самых слабых воинов, а за ними скрепляет обозы, телеги, цепями. И вот там такой вот мощный заслон. А наиболее сильных своих воинов он ставит справа и слева, плюс еще со стороны тоже такой вот засадный полк. То есть это не только был у Дмитрия Донского такой прием, но и у Александра Невского. Немцы же шли привычно для рыцарей того времени, как они говорили, свиньей, да? Ну как бы они еще и шли. Они вот шли вот этой свиньей, выражая, так сказать, свои и моральные качества. И Александр Невский, он заманивает этот клин в центр и с флангов бьет по войску крестоносцев, а потом еще довершает победу засадный полк. А потом, собственно говоря, и сама погода, и природа в этом месте. То есть начинает проламываться лед, крестоносцы разбиты. И вот сейчас, конечно, некоторые критики такие говорят, что ну вот это не было таким уж очень масштабным сражением, а так какие-то пограничные там стычки. На самом деле это не так. Если бы здесь Александр Невский потерпел поражение, то ливонские рыцари, вот эти немецкие крестоносцы, они пошли бы дальше. Новгород рассматривался как ключевой город. Это город, где пересекались торговцы с разных мест, где сталкивались тоже разные культуры. Это был город на пересечении различных путей. Дороги торговые, они шли через Новгород. И поэтому Новгород очень быстро был бы захвачен западными странами. И сейчас мы не имели бы Новгорода как такого древнего православного города с его удивительными святынями, с его сохранившимися ранними храмами от XI-XII веков. И Александр Невский, он смог, так сказать, обозначить принципы русской цивилизации на самом деле. Что заигрывать с Западом опасно, потому что если ты подпускаешь Запад слишком близко, то начинает претендовать на сердце русского народа и пытается насадить свои ценности, а потом и разрушить. То есть если он отнимает у тебя сердцевину, твоей культуры, твою веру, а насаждает что-то свое, то такой народ, он просто исчезнет. А вот азиатские народы, ну в частности в данном случае монголо-татарские вот эти племена, они, повторим, они требовали денег, требовали откопов. Ну кому оброк, оброк, да, отдавайте кесареву, кесареву, да, а божию богу. Поэтому Александр Невский не погрешил против священного писания, что старался вести с ханами монголо-татарскими такую мудрую дипломатическую игру. И если римские папы дважды посылали ему послание, говорили, что якобы его отец обещал принять католичество, да и сам он якобы готов был бы вернуться в лоно католической церкви, ну Александр Невский, то на это он реагировал достаточно жестко. И всякая такая дипломатия была закончена. То есть с западными державами можно было разговаривать только путем военным или демонстрации очень мощного русского оружия. А вот там, где еще была большая, слишком большая физическая сила, монгольские войска, вот там нужна была очень тонкая дипломатия. И Александр Невский четыре раза посещал великого хана Золотой Орды. Вообще поездки эти были крайне тяжелыми. Это сейчас можно сказать, что вот у нас, хочешь туда прилетишь на самолете или на поезде доедешь. А чтобы добраться до Каракарума, нужно было пройти путь в пять с половиной тысяч километров. Вот представьте себе, что это такое, когда ты передвигаешься только на лошадях или в каких-то кибитках на лошадях. И этот путь, он был очень опасен. Если очень быстро передвигаться, можно было, конечно, за четыре месяца добраться, но путь крайне изнурительный. И вот Александр Невский четыре раза предпринял такой путь для того, чтобы решать судьбы русского народа. И поначалу его хан Баты боялся назначить таким вот первым князем на Руси, великим князем, хотя он был назначен, Александр, киевским князем. Но поначалу преимуществом пользовался его брат Андрей, Владимирский князь. И только чуть погодя, когда вот брат его Андрей не смог рассудительно выстраивать отношения с монголы-татарами, то Александр Невский назначен был великим князем русским, и он старался вот объединять русский народ, укреплять, восстанавливать благочестие, восстанавливать ремесла, культуру. И люди не всегда могли это понять. Очень часто его предавали и тот же Новгород, и Псков. Очень часто ему изменяли, и последствия могли быть очень катастрофические. Вот в самом конце жизни Александра Невского произошло такое, ну, наверное, это рядовое событие, если брать в целом исторические реалии, когда ряд княжеств возмутились против татарских сборщиков налогов, поубивали татар, и это грозило разорением, новым разорением русских князей. Кроме того, вот хан Берке в это время уже объявил набор войск, ему нужно было воевать с южными народами, в частности, с народами, населяющими нынешний Иран, и хан Берке объявил в том числе мобилизацию русских людей. Вот представьте, что русские княжества, они и так в подчинении монголо-татарам. Кроме того, произошло возмущение, бунт, то есть это вызывает крайнее негодование. И при этом русские люди уже обязаны, им предписано, организовывать ополчение, то есть тех, кто будет проливать кровь не за свои родные святыни, а за монгольского хана. И вот в этой трудной, тяжелой ситуации Александр Невский едет в четвертый, последний раз в Золотую Орду, приезжает к хану, и не сохранилось, к сожалению, описание, вот какими доводами он смог убедить хана. Но карательной экспедиции направлено не было, из-за того, что произошел бунт против сборщиков налогов. Города русские сохранились, и ополчение от русских земель было отменено. То есть это что-то такое уникальное, когда Александр Невский решает сразу две задачи, трудносовместимые. Ему удалось это совершить, но здоровье его подорвалось. Вообще вот эти путешествия, они были крайне опасны. Можно было и заразиться, а могли тебя и отравить. Кроме того, входя в шатер к хану, нужно было проходить определенные обряды, проходить между двух огней, как бы очистительные. А если ты заходишь в шатер и споткнулся на пороге, то тебя казнили тут же без всяких разговоров, потому что считалось, что если ты споткнулся на пороге в кибитке у хана, то это значит, у тебя были какие-то злые умыслы, и тут же охранники оттаскивали такого человека, отрубали ему голову, и потом никто никому ничего не объяснял. То есть требовалось очень много дипломатии, очень много чуткости, знания, культуры вот этих людей. И требовалось, конечно же, одаривать многих. Но Александр Невский, он выполнил главное. Он смог сохранить на тот момент стабильные отношения русских княжеств с монголо-татарской ордой. Россия не ассимилировала, не утратила свою веру, не подчинилась монгольскому ханству в плане своей веры, то есть сердце русских людей осталось свободным и независимым. Возвращаясь на обратном пути, святой Александр сильно заболел, и уже в Нижегородских краях, в городце он чувствует, что умирает. И вот он принимает монашеский постриг, в монашестве его имя Алексий. И бывает так, что кого-то называют, допустим, Алексием, но тоже в честь благоверного Александра Невского, потому что жизнь свою он оканчивает как монах, фактически как преподобный. Кстати, когда он был прославлен в лике святых в 1547 году митрополитом Макарием, святителем Макарием Московским, то он прославлен в лике чудотворцев, потому что от мощей благоверного князя Александра происходило множество чудес, но самые великие чудеса были связаны, собственно, с его жизнью, когда он смог сохранить Русь, во-первых, защитить ее от западных захватчиков, и во-вторых, удержать от неправильных отношений русских людей с монголо-татарским ханством и спасти Русь от новых монгольских нашествий. Конечно, не все было вот так вот гладко, не все так легко решалось, но Александр Невский – это один из лучших русских людей, вождей, князей, военачальников, и в том числе политиков, не политиканов, а именно политиков. Последнее, наверное, что нам нужно сказать в отношении Александра Невского, то, что в 20 веке его образ вновь представлен вот пред русскими людьми, когда со стороны немцев шли уже фашистские захватчики, и мы знаем, что перед Второй мировой войной был создан прекрасный фильм художественный Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Этот фильм отличался, конечно, таким удивительным патриотизмом. Кстати, фильм был запрещен, когда подписан был акт Молотова-Риббентропа, и считалось так, что фильм, он содержит в себе что-то антинемецкое. Но немцы, как всегда, нас подвели, и уже во время Второй мировой войны, в 1941 году фильм вновь стали транслировать, показывать, воодушевляя людей на новые сражения, на новые героические битвы против фашистов. Был учрежден во время Второй мировой войны орден Александра Невского, причем утвержден когда? В 1942 году, на следующий день после знаменитого приказа «Ни шагу назад». И вот эти ордена впервые стали давать защитникам Сталинграда орден Александра Невского. Но самое главное, и мало кто на это обращает внимание, а может быть даже почти никто про это и не говорит, но я скажу, что первый, самый важный перелом во Второй мировой войне, он случился именно в день памяти святого Александра Невского. Вот когда фашисты шли тоже вот этой вот лавой, вроде бы непобедимой, на Москву и героической, конечно, обороны, но немцы наступали и наступали. Так вот, перелом, перелом и контрнаступление наших войск произошло как раз в канун декабрьского праздника Александра Невского, 5 декабря и 6 декабря уже пошло полномасштабное контрнаступление именно в день Александра Невского. И по большому счету вся дальнейшая война это было уже, пусть, конечно, очень тяжелое, но все-таки наступление наших войск. А немцы отходили, отходили, пока не проиграли окончательно войну. То есть подлинный перелом во Второй мировой войне, он совершился еще в декабре 41-го года на день памяти Александра Невского, который когда-то в древности уже защитил Русь от немецких крестоносцев, а теперь он помогал нам защищать нашу великую державу от новых немецких завоевателей. Поэтому Александр Невский это действительно покровитель и вооруженных сил России. Ну что ж, дорогие братья и сестры, конечно, мы не можем исчерпать вот всего подвига, которым отличался благоверный князь Александр и до конца, наверное, не можем понять, осмыслить все его мудрости, его рассудительности, но все-таки будем время от времени хотя бы вспоминать про его жертвенное служение, про то, как он полностью посвятил себя нашему Отечеству и ныне на небесах он ходатайствует за нашу Родину, за наше Отечество, так что будем молиться ему и просить его. Святый благоверный княже Александре, моли Бога о нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова